В Кирове 12 часов и 4 минуты. Добрый день. Вас приветствует ведущая передача Дарья Топузлеева и Владимир Сметанина. Говорить мы сегодня будем в нашей передаче о жилищно-коммунальных услугах. В последнее время было несколько интересных новостей, которые бы хотелось обсудить поподробнее. В частности, новость о том, что в нашем регионе зашла речь о создании ассоциации управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Даш, что ты знаешь вообще об управляющих компаниях, которые работают в нашем городе? Я, честно говоря, не очень много знаю. Знаю, что их больше сотни у нас в областном центре. Так это достаточно разношерстная компания. Разношерстная, правда. У меня есть как отрицательный опыт с управляющей компанией Ленинского района и всеми модификациями ее названий. То есть личный опыт взаимодействия у тебя имеется такой? Мне некуда, можно так сказать. И есть пока, по крайней мере, положительный со сбукой бута. Сегодня у нас в студии собрались специалисты, с которыми мы подробно собираемся и обсудить этот вопрос создания ассоциации. Зачем, для чего, чем она будет заниматься, какие проблемы существуют. Ну и, конечно, практическое какое-то применение. Хотелось бы тоже отобразить, что конкретным жителям, собственникам жилья, что с ними-то, собственно, будет. И как на них это отразится. И представляем наших гостей. Алена Дудникова, исполняющая обязанности начальника государственной жилищной инспекции. Алена Александровна, добрый день. Здравствуйте. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской области. Собственно, председатель АПКО Сергей Николаевич. Добрый день. Добрый день. И Алексей Хамула. Правильно ли фамилию произнесла? Генеральный директор управляющей компании УК города Кирова. Алексей Иванович, добрый день вам. Добрый день. Да, здравствуйте. Ну, сразу же с вопроса, в какой стадии сейчас находится обсуждение этого вопроса создания ассоциации, для чего она будет создана, что за круг вопросов у нее будет. Кто начнет? Сергей Николаевич? Ну, Алексей Николаевич, наверное, нет. Алексей, да. Да, если есть что сказать, повторюсь, да, пожалуйста, не стесняйтесь, подключайтесь тоже к беседе. Почему я начинаю? Потому что... Вы за общественность. Я за общественность. Поэтому вы и начинаете. И первое заседание, на котором, в принципе, начал этот вопрос обсуждаться, это было заседание Общественного совета при Государственной жилищной инспекции. Почему мы, в общем-то, в таком составе здесь и находимся? Потому что при Жилищной инспекции на Общественном совете первый раз обсудили, а что если? А надо ли? А давно пора собраться и где-то координировать свою деятельность. У нас есть хороший пример, когда мы буквально месяц назад создали ассоциацию старших по домам города Кирова. И в зал тогда мы собрали порядка 300 человек. И был запрос на то, что вот это вот очень действительно надо. Надо обмениваться информацией, надо повышать уровень. И управляющие компании, вот я сейчас у Алексея хлеб-то отнимать не буду, вот мы тоже разговариваем, они всегда говорят, нам нужны очень четкие правила игры, общие правила игры, понимание наших проблем и в том числе отстаивание наших интересов. Вот я вроде как за общественностью, я могу сказать, что вот с двух сторон бьют только управляющие компании. Ну, с трех, наверное. То есть ресурсники, жители, ГЖИ, ну, в общем, все, кто могут, все считают, что управляющая компания не доработала. В некоторых случаях это так, в некоторых случаях не так. Ну, вот есть такое устоявшееся мнение о том, что управляющие компании можно только ругать, гнобить какие-то, претензии к ним предъявлять и так далее. Причем формат такой достаточно спорный, и долго обсуждали, должны ли в эту ассоциацию входить ресурсоснабжающие организации. То есть поставщики тепла, воды и так далее. То есть вроде как бы понятно, что взаимодействие надо налаживать, есть общие вопросы. С другой стороны, насколько вот хочется делиться своей узкой кухней вот этой. Ну, вроде как любая общественная деятельность должна быть открыта. Поэтому пока и у ресурсников есть запрос на то, чтобы туда войти. Ну, и вроде все выглядит таким образом, что надо включать. Ну, смотрите, ну, немножко позволю все-таки себе усомниться. Это ведь каналы взаимодействия, связи, и ведь без того существуют. И если есть вопрос срочный, очень важный, да, проблема, которую нужно решить, ее и без того вроде можно договориться, встретиться. Или не так? Ну, здесь нам придется встречаться... Алена Александровна, подключайтесь. Здесь придется встречаться целым кругом управляющих организаций, которых достаточно много, а здесь мы можем собрать ассоциацию, в которой как раз-таки есть представители, которые потом эту информацию донесут непосредственно до управляющих организаций. То есть здесь проще взаимодействовать с ассоциацией не только органам государственной власти, но и, наверное, и собственникам помещений дома. То есть когда мы сможем напрямую выходить к высшему руководству всех управляющих организаций и какие-то вопросы с ними решать. А предполагается, что в ассоциацию должны войти все управляющие компании? Все желающие управляющие компании. Желающие. То есть добровольное основание, собственно, будет для входа в эту ассоциацию. Ну вот смотрите, да, получается все равно для меня, например, ассоциация ассоциируется, да, простите за такую тавтологию, когда люди объединяются для отстаивания неких своих интересов, да. И вот опять же, Сергей Николаевич, вы говорите, да, о том, будут ли туда входить ресурсники, не будут. А до этого мы говорили о том, что ресурсники — это одна из тех сторон, которые долбит управляющие компании в том числе. То вот в этом контексте ассоциация, насколько логично включать туда тех, кто выступает контр-стороной, скажем так. Противооборствующие стороны, да, у которых есть своя правда, и они за нее борются. Алексей Иванович, подключай. Это не к тому, что ассоциации этой вот управляшки собрались и давай там какие-то свои делишки проворачивать, а к тому, что... Да, Алексей Иванович, подключайтесь. Гендиректор управляющей компании УК города Кирова. Ну тут я скажу больше, да, все-таки мы ассоциацию управляющих компаний создаем, потому что управляющим компаниям все-таки надо объединяться, общаться, потому что есть какие-то нормативно-правовые акты, да, которые мы, так сказать, на совещаниях в углах пообсуждаем, а донести конкретную информацию не можем. Нету, так сказать, силы управляющих компаний собраться. Раз решили создать ассоциацию, это нужно создавать и все равно принимать нормативно-правовые какие-то акты, чтобы работали в какую-то сторону и управляющих компаний, и собственников. Ну и плюс в том, что управляющие компании, ассоциации, как только что сказали, добровольное основание, кто туда войдет, то мы можем понимать, что туда войдут все-таки управляющие компании, которые добросовестно хотят работать на рынке Кировской области. Таких большинство? Я думаю, что да. Если говорить о конкретике, затронуть какой-то конкретный пример, проблему, которую прямо сейчас уже можно выносить на обсуждение в рамках ассоциации, что это такое? Если вспомнить последние какие-то дни, месяцы, ту же подготовку к отопительному сезону. Во-первых, подготовка все-таки к отопительному сезону, как мы знаем, что много, не много, но есть ряд управляющих компаний, которые справились с ней очень плохо, я так думаю, даже и тоже известные. Не справились, я вам скажу. Даже не справились, да, то есть все-таки привести рынок управляющих компаний в какой-то надлежащий уровень, надлежащее качество, чтобы обменялись опытом, и какой-то стандарт, так сказать, управления и обслуживания был одинаковый у всех. Примеры есть в создании уже таких ассоциаций в других регионах, в других городах, и каков опыт их деятельности? Алена Александровна. Да, мы изучали опыт создания ассоциаций других регионов, это и Костромскую область брали, и, по-моему, устав Костромской области мы использовали. Еще, Алексей Иванович, подскажите... Мы использовали Санкт-Петербургский также ассоциацию. То есть достаточно много регионов, в которых существуют ассоциации, которые взаимодействуют и с органами исполнительной власти, и с ресурсоснабжающими организациями. Еще отмечу на заседании Общественного совета при Государственной жилищной инспекции... Поближе немножко к микрофону, звукорежиссер просит. При Государственной жилищной инспекции как раз-таки вопрос о том, о необходимости участия в составе ассоциации ресурсоснабжающей организации также обсуждался. Ресурсники это видят, как они хотят наладить как раз-таки взаимодействие между управляющими организациями, какие-то споры закрыть, какие-то вопросы решить, чтобы потом их не выносить на обсуждение и так далее. То есть как-то их обсудить в рамках именно работы ассоциаций. Поэтому и просились они включиться в состав ассоциаций. Сергей Николаевич, добавляйте. На Общественном совете присутствовал, кроме Общественного совета, я, управляющий компанией, зампред Жизев Алексеевич. И он сказал, что я гарантирую, что мы будем встречаться с представителями ассоциаций, если будет запрос, то не реже раза в месяц. То есть вот этот прямой выход обобщения проблемы и выход донесения прямо на самый уровень, это тоже очень ценно, потому что, вот я не знаю, вы, наверное, тоже чувствуете, что нормативная база по ЖКХ очень сложная, очень быстро меняется. И поэтому ее понятно, что надо дальше дорабатывать, и возможность вот так вот напрямую, в том числе оригинальное законодательство, приводить к эффективному формату, это, наверное, тоже одно из достоинств этой ассоциации. Тем не менее, я повторю вопрос, Вовин, да, вот сейчас-то краеугольные проблемы какие? Вот, условно говоря, завтра там ассоциация собирается, и в первую очередь мы с чем идем на самый верх? Идем к ресурсникам, идем в правительство, к старшим по домам, я не знаю. Нет, ну давайте говорить о том, что для начала все-таки, раз будет ассоциация управляющих компаний, для начала туда должны вступить в управляющие компании. Вторая, какая цель и задача мы видим все-таки, познакомиться с ассоциацией советов домов, чтобы это все было взамене действия у нас полное. Также проработать, как и что, и какие на сегодняшний день у управляющих компаний спросить, есть проблемы, да, то есть я знаю, допустим, у многих управляющих компаний на сегодняшний день есть проблема, пробел у нас, допустим, по Кирову, благоустройство придомовых территорий. В том плане, что раскопки ресурсоснабжающей организации ведут, а контроль, если она незаконная, да, ответственности ни на ком нету, и управляющая компания бегает во все инстанции, в прокуратуру, в полицию, пишет, что незаконная раскопка, но никто с этим ничего поделать не может, и ответственности за это никто не несет. Простите, тут очню, раскопка на придомовой территории, которая является общим имуществом, да, собственно. Да, и от этого получается, что надо какие-то изменения все равно вносить. Правовые акты, которые разработаны в городе. Это один из самых распространенных таких примеров, да, для нашего города. А когда на муниципальной земле это происходит, там проще это все, да, урегулировать, да, там разрешение муниципалитета, теруправления и так далее. Я прошу прощения, а незаконная раскопка ресурсники не согласовали просто работы или... Что нужно, чтобы в статус законных они перетекли? Ну вот была как раз недавно ситуация, мы обсуждали в МинЖКХ Кировской области, когда ресурсоснабжающие организации проводили раскопки, там, замену кабеля, еще каких-то там частей на как раз на придомовой территории. То есть, по идее, разрешение на проведение данных работ должны были дать собственники. То есть через собрание? Да, да. Ну не через собрание, хотя бы через старшего, ну, председателя совета многоквартирного дома. Однако такого разрешения получено не было. То есть получается, что собственники увидели, они начали кричать, ругаться и так далее. Ресурсоснабжающая организация в любом случае работы проводит, с кого спросить неизвестно. Насколько часто вообще ГЖИ приходится выступать вот третьей стороной, да, в конфликтах между ресурсниками и управляющими компаниями? Ну, возможно, не с юридической точки зрения, какие-то проблемы, возможно, решаются в суде, а просто когда обращаются к вам, как к инстанции какой-то последней. Мы не можем вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций, поэтому чаще всего мы, собственно, абстрагируемся от этой темы. И когда уже ситуация совсем-совсем назревает, тогда ГЖИ иногда вмешивается, проводит какие-то встречи с ресурснабжающими организациями, управляющими компаниями, где какие-то вопросы мы обсуждаем. А как-то до того, как конфликт перейдет в какую-то острую стадию, да, возможно, это на словах, я не знаю, объяснить, урегулировать, попытаться примирить стороны. Да, это не наша полномочия, поэтому мы здесь... Если бы вопрос стоял о том, что где-то кто-то неправильно начислил и обратились бы к граждане, естественно, мы бы собрали и тех, и других, и стали бы вопрос этот решать. Разрешать споры между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, это не наша деятельность. Нет опасения, что ассоциация может, я не знаю, захлебнуться, да, в каких-то таких конфликтных ситуациях между ресурсниками, управляющими компаниями? И что для этого будет предприниматься, да, чтобы в этой рутине не погрязнуть? Да, что выносим какую-то проблему, и начинается, виноваты вы, нет, виноваты вы, 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 вот этот пинг-понг. Но этого и не будет, для чего и создаем ассоциацию, да, чтобы с ресурсоснабжающими организациями, как вы только что сказали, да, сесть за стол перегоров и договориться сразу на месте. То есть, если будет выработан план каких-то работ, да, и каких-то проблем, и будет решаться все за круглым столом, для этого и создается ассоциация. Ресурсники все готовы подключиться к работе в ассоциации? Или пока еще неизвестны еще? Пока нам известно только о двух ресурсниках, да, основных крупных, это ПАУТ и Плюс и МОПВД-канал, которые готовы принять участие в ассоциации. Добавить что-то, пожалуйста, Сергей Николаевич. Да, я хочу добавить, что вот смотрите, вот есть крупные управленческие компании, есть маленькие. Ну, по количеству домов обслуживающие, да. И понятно, что ресурсники это обычно большие организации, и у них очень сильное юридическое обеспечение. И поэтому вот крупные управляющие компании, вот там, как они, они справятся, они найдут, но когда коллективный разум готовит юридическое обоснование большее, то это всегда эффективнее, легче защищаться в суде, легче доказывать свое право. И захлебнемся или нет, не захлебнемся, потому что если мы одну проблему сведем, единую по городу, там уже количество обращений не важно. Наоборот, оно количество обращений говорит только об одном, о важности или неважности проблемы для управляющих компаний. Поэтому вот таких рисков нет. Наоборот, это вот то, что мы уже говорили сегодня, сведение мелких локальных проблем в общую проблему и поиски пути решения в одном месте, это всегда эффективнее, чем все будут встречаться в судах, в разных районах, будут приниматься разные решения. Здесь, наоборот, выработка вот этих вот позиций по тем или иным вопросам, это как раз одна из целей. А вообще проблемы маленьких и крупных управляющих компаний, они схожи или отличаются? Ну, наверняка отличаются. В чем принципиальная разница? Ну, проблемы, да, так скажем, проблемы, если какие-то все-таки, как мы говорим, нормативно-правовых актов, да, они у всех одинаковые компании. По одним правилам, да, все должны жить. Проблемы, которые касаются, только что, как Сергей Николаевич сказал, юридические какие-то возможности, да, конечно, мы все понимаем, что маленькая компания, все-таки штат маленький, может, юристы не такие сильные, да, и почему им иногда и удобнее вступить в ассоциацию, чтобы какое-то экспертное мнение получить, да, и юридическую какую-то помощь получить, и как, что и дальше работать. То есть, получается, какие-то мелкие игроки смогут через ассоциацию воспользоваться, да, например, помощью товарищей более крупных? Да, да, то есть это же помощь, это же, да, мы, никто не говорит, что ассоциация будет просто стоять, да, как бы туда войдут, и она будет работать, то есть это все равно будет проведение также каких-то семинаров, каких-то изменений в законодательстве, чтобы все управляющие компании услышали, как это новое изменение работает, то есть это все будет везде. А вот, Алексей, все-таки вижу некое противоречие. Мы сейчас говорим о том, что и большие, и маленькие управляющие компании по одним законам должны работать, но в самом начале вы сказали, что управляшкам уж, извините за это уменьшение, хочется знать, по каким правилам, да, играть, чтобы правила были одни для всех. То есть, получается, одни для всех, но все же не для всех? Законы вроде одни, но все равно возникают какие-то нюансы, что ли, вот, не знаю, двоякость. Нет, чуть-чуть неправильно поняли, да, то есть двоякости нет, законы одни, имеется играние на рынке, да, то есть, о чем мы сейчас говорим, что правильная работа, выстроенная, включая юридическую работу организации, включая работу управляющей компании, чтобы она была, назовем так, однотипной, чтобы она была какой-то стандарт, по которому должны все работать. Мы к этому ведем. Не могу не спросить, для конкретных собственников жилья создание ассоциации, что будет означать, Сергей Николаевич? Это более быстрое решение вопросов, вот это вот более оперативное взаимодействие, оно положительным образом скажется... Будет ли старших по домам, например, вообще прямой выход на ассоциацию? На нас с вами, как на потребителях услуг коммунальных. Вот уже прозвучало, что одна из первых задач, это познакомиться с союзом старших по домам, но я бы вот как сказал, в прямой, наверное, нет, но косвенно, когда наши управляющие компании начнут работать эффективнее и правильнее, понятно, что это в том числе и рублем отразится на каждом жителе нашего города, потому что мы же понимаем, что, хотя формально штрафные санкции там, вот ГЖИ рядом сидит, они же закладывают штрафы, давайте спросим, сколько вот в этом году штрафных санкций наложено? Давайте спросим. Масштаб, хотелось бы. Коллега Александровна, за различные нарушения госжилинспекции, какие объемы кары на управляющую компанию? Вообще минимальный размер... Поближе еще к микрофону. Минимальный размер административного штрафа за нарушение лицензионных требований для управляющей организации 250 тысяч рублей. В этом году где-то порядка, наверное, 4 миллионов мы уже предъявили административных штрафов. Цифру точно не скажу, но где-то вот около этой суммы. Самые распространенные недочеты, которые вы видите? Содержание общего имущества, конечно же. То есть где-то недоделки, недочеты. По придомовой территории, конечно, бывает очень много вопросов к управляющим организациям. В основном это содержание кровли, фасадов, фундамента, инженерных систем, конечно, протечки на инженерных системах. То есть это то, что нуждается в ремонте, восстановлении. Это все, что требует крупных затрат. Да, по сути, да. И в том числе затрат от собственников помещений дома, но не только от управляющих организаций. А как вскрываются эти нарушения? Это жалобы непосредственно жителей, да? Это жалобы собственников непосредственно в жилищную инспекцию, которая приводит к тому, что мы проводим контрольно-надзорные мероприятия в отношении управляющей организации, проводим какие-то выездные мероприятия, устанавливаем факты нарушения, подтверждаем их. Соответственно, если действительно нарушения имеют место быть, тогда мы составляем протокол административного правонарушения. А, кстати, в рамках вот этой ассоциации, создание которой планируется, в чем будет заключаться роль госжилинспекции? Это такой консультант, добрый партнер. Не будут ли вас управляшки побаиваться? Ага, тут госжилинспекция рядом с нами, сейчас мы что-нибудь скажем не то, и все, нас опять оштрафуют. Поделились своими проблемами, и кежитика. Ага, да, мы, во-первых, никакого отношения к ассоциации не имеем. То есть мы как были органом контроля и надзора, так и остаемся. То есть ассоциация существует... Но вы же все равно будете как-то обращать внимание на работу ассоциации? Конечно, мы будем обращать внимание на работу ассоциации с точки зрения исполнения им обязательств по управлению многоквартирными домами. Ну, понятно, какая-то юридическая помощь какая-то нужна, но мы и так, в принципе, ее осуществляем в рамках взаимодействия с управляющими организациями. И тут, ну, в рамках ассоциации будем взаимодействовать. А какое-то воздействие на ее деятельность оказывать не будем. А вот интересный все-таки вопрос. Вхождение в ассоциацию вопрос добровольный, да, как мы уже выяснили. Вот я смотрю эту новость. Коллеги из «Бизнес-новостей» писали о том, что когда обсуждался вопрос на общественном совете при госжилой инспекции, то принимали участие два десятка, да, управляющих компаний в обсуждении этой темы. те управляющие компании, которые примут решение не входить в ассоциацию, к ним какое-то особое отношение будет. Ага, раз не согласились войти, значит, что-то там есть у них, что скрывает. Не лишний ли повод это присмотреться, проверить и так далее. Алексей. Тут, наверное, больше вопрос все-таки к жилой инспекции будет, да. Ну, так далее, Александр, поясните, да. Нет, все субъекторы равны, и неважно, входят они в ассоциацию или нет. Мне кажется, это больше для собственников помещений многоквартирных домов такой звоночек, обратить внимание на то, что есть управляющая компания, которая в ассоциацию не входит, а может быть у нее есть какие-то проблемы. Вот и все. Не для жилищной инспекции это звонок. А в обратную сторону, да, наоборот, если в ассоциацию просится управляющая компания, у которой явно много проблем, да, то есть и нарекания со стороны собственников, и какие-то, не знаю, судебные решения, еще что-то, то есть управляющие компании, которых мы часто говорим о том, что лишить лицензии, там еще какие-то меры. И вот такая организация говорит, вот мы тоже хотим быть участником. Так, Алексей. Ну, тут я отвечу, во-первых, запрещать никто не будет, да. В уставе ассоциации прописано, что все-таки должны, если будут участникам ассоциации, они должны соблюдать все-таки нормы жилищного законодательства, да, и все, что связано с управлением. То есть они должны качественно управлять этим. То есть если данная организация, там, в течение полугода-года, мы видим, что у нее есть проблемы, и она не хочет никак с этим бороться, и не хочет работать, наладить свою работу, то она просто будет, так сказать, из ассоциации ее будут просто убирать. Ну, то есть все равно некий фильтр будет, да, если добросовестные участники рынка. То есть там будут только добросовестные участники рынка, так назовем. Почему мы создаем? Войдут все, и мы увидим, кто добросовестный, кто недобросовестный. Все-таки рейтинг некий будет, да. И вот мне сейчас вспоминается тема рейтинга управляющих компаний, да, которую мы с вами неоднократно обсуждали, Сергей Николаевич. В задачу ассоциации будет входить вот этот тоже вопрос составления некого списка лучших, худших, я не знаю, ну, в рамках информационной работы. Алексей, как вы считаете, стоит ли этим заниматься тоже? Ну, как-то подтягивать общий уровень, вот создавать перечень таких управляющих организаций, на которые надо равняться, да, вот вы немножко хуже отстаете. Вот смотрите, есть более компетентные ваши коллеги, вот давайте на них равняйтесь. Давайте в любой ассоциации будет совет, да, даже в этот же совет ассоциации, которые будут как раз и это видеть, да, то есть мы видим, что какие-то компании отстают, также будем собираться, рассказывать, ну, что вам нужно подтянуться все равно, да, почему я сказал, что должен быть единый стандарт работы, которому они должны соответствовать. К этому мы все и создаем. Добавить хотите, Сергей Николаевич? Да, пожалуйста. Да, наверное, видите, еще раз мы уже про это говорили, да, то есть на входе даже плохая управляющая компания может прийти, потому что у нее, допустим, недостаток квалифицированных кадров. То есть она, может быть, хотела бы работать лучше, но не хватает опыта, еще чего-то. Я думаю, что первое это заседание, оно пройдет, мы всегда предлагаем для этого площадку общественной палаты, но вообще практика военных заседаний, обмен мнениями, ну, наверное, вот это вот такая хорошая история, которую надо точно развивать, обмениваться, встречаться, какие-то положительные практики всегда обсуждать. Это, во-первых, сплочает, ну, и, в общем-то, формирует какой-то общий настрой, общий корпоративный понимание. Понятно, что все вроде как бы конкуренты, но при этом надо общими практиками, положительными практиками все равно обмениваться. А насколько, кстати, конкуренты, конкуренты в настоящее время управляющей компанией у нас в городе, Алексей, все поделили уже вот этот, простите за резкое слово, пирог этого жилого фонда, и все более-менее спокойно, мирно сосуществуют, или все-таки есть некая борьба, может быть, подковерная какая-то? Ну, давайте назовем все-таки, может, я грубо выражусь, все-таки МКД, да, это назовем рынок недвижимости. Да, и мы от одного слова рынок недвижимости, мы уже понимаем, что она всегда есть борьба, она есть это, но конкуренция должна быть всегда добросовестной. Да, своей задачей, да. И, выше всего, если она есть конкуренция, пусть она будет добросовестной, а так все игроки рынка, это их право. Ну, вот просто, знаете, когда вот мы говорим, да, о том, что все вроде бы в равных условиях, должны быть правила игры одинаковые, и о каких-то практиках, да, о наработках, и мне всегда немного бывает печально, когда, условно говоря, какая-нибудь управляющая компания, у которой свеженький жилой фонд, с хорошим благоустройством, с, я не знаю, с озеленениями, с газонами, с качелями, со всем этим рассказывают о каких-то практиках, и тут же рядом сидит какая-нибудь печально управляющая компания, у которой 50 домов ветхого и аварийного жилья. О каких практиках может идти речь? О каком урбанизме, благоустройстве, когда там дома разваливаются? Ну, тут я поясню, тут мы должны тоже понимать, да, что управляющая компания есть, которые именно управляют домами, так назовем, от застройщиков, новой застройкой, да, у них, назовем, управление и сфера обслуживания чуть-чуть другая, и есть управляющая компания, которая обслуживает жилой фонд, ну, так назовем, тех лет постройки, да, и у нас чуть-чуть другие цели и задачи, и обслуживание управления другое. То есть, понятно, мы будем тратить деньги не на газоны и клумбы, мы будем тратить деньги на привести подвал в порядок, чтобы вода не бежала и было зимой отопление. Ну, я тут немного о другом, о том, что, когда вот мы говорим о том, что вот будут какие-то практики, да, положительные, то, как правило, эти положительные практики, они показываются на тех, на том фонде жилом, где и так все хорошо и прекрасно, и там очень чудесно применять разные интересные практики. А вот, как говорится, Бог в помощь управляющим компаниям, у которых все... Вот тут как раз есть, да, то есть в этой ассоциации, те, кто от застройщика, как я только что сказал, да, вот новые, красивые, как вы говорите, газоны, они могут своей информацией делиться, а именно те управляющие компании, у кого та застройка, они будут делиться своей информацией, как лучше обслуживать и управлять. То есть этот обмен опытом, он все равно нужен. Спасибо. На этом завершается первая часть нашей передачи. Напомню, что у нас в гостях Алена Дудникова, Сергей Юлетин и Алексей Хамула. Здравствуйте. У нас в гостях Алена Дудникова, исполняющая обязанности начальника государственной жилищной инспекции, Сергей Юлетин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате нашего региона, и Алексей Хамула, гендиректор управляющей компанией УК города Кирова. Тема, которую собираемся обсудить в ближайшие 9 минут, это так называемый проект «Грамотный потребитель услуг ЖКХ». В первую очередь инициатором нам, как известно, стала госжилинспекция выступает. Так что, Алена Александровна, вам и слово. Расскажите подробнее, что собой будет представлять это направление. Да, в этом году мы запускаем проект «Грамотный потребитель услуг ЖКХ», который предполагает за собой, что на базе государственной жилищной инспекции Кировской области с участием различных специалистов, различных сфер мы будем обучать собственников помещений, многоквартирных домов, как правильно осуществлять деятельность по управлению вот этим недвижимым имуществом, этим многоквартирным домом, как правильно взаимодействовать с управляющими организациями и какие нормы законодательства необходимо всем гражданам знать для того, чтобы правильно свои права и обязанности использовать. Такое решение пришло нам не случайно. То есть мы очень часто сталкиваемся с тем, что в инспекцию обращаются граждане, которые вообще не знают нормы жилищного законодательства. То есть примерно 10% обращений в ГЖИ — это обращения исключительно разъяснительного характера. То есть как провести общее собрание собственников, какие решения на нем принять и так далее. И все это нас подтолкнуло на создание вот этого проекта «Грамотный потребитель услуг ЖКХ». Ведь это далеко не первый образовательный проект. Да, ведь, Сергей Николаевич, уже много-много-много и школы там у нас продолжаются всевозможные, и при общественной палате. Вы уделяете большое внимание, в чем специфик вот именно этого курса? Здесь непосредственная инспекция будет все это организовывать, и непосредственная инспекция, как основной участник регулирования взаимоотношений между управляющей организацией и собственниками помещения дома, будет эти знания доводить для собственника. То есть мы, например, участвуем в проектах общественной палаты, где непосредственно выступаем спикерами по тем или иным вопросам. Здесь именно на базе инспекции будем проводить мероприятия. Какую форму это будет носить? Будет ли это некая лекция по каким-то темам? Или это будет в формате вопрос-ответ? Приходят люди с конкретным каким-то запросом, им дают конкретный ответ? Вообще с форматом, я думаю, мы определимся уже после первого заседания, которое у нас состоит с 16 ноября. Изначально планируем лекцию и с возможностью задавать те или иные вопросы, ну и, соответственно, получать на них ответы. А как уже дальше будем реализовывать этот проект, это все будет зависеть от потребностей непосредственно участников. Ну вот смотрите, да, Алена Александровна, говорите, что часто в ГЖИ звонят люди, кто просто не силен даже в жилищном законодательстве, а есть уже в голове некие темы, которые обязательно нужно вынести на обсуждение, потому что это прям слабое место у потребителей, грубо говоря. Да, конечно, мы с этими темами определились, примерно до конца года мы план составили. Первая тема, которую первым мы осветим на собрании, так скажем, это проведение общего собрания собственников помещения дома. То есть это чаще всего задаваем вопросы и в том числе затронем там тему выбора управляющих организаций. А, ну то есть азы, вот самое начало взаимодействия. Да, еще раз повторюсь, Алена Александровна озвучила дату первого мероприятия, 16 ноября, это следующая среда, да, и для участия до 14 ноября нужно зарегистрироваться по телефону, могу я озвучить, да, возможно, кто-то из наших слушателей сочтет полезно эту информацию, 27-27-44, до 14 ноября надо это сделать. Вы, Сергей Николаевич, как положительно относитесь к такому начинанию госжилой инспекции? Может быть, как у опытного коллеги, может, есть советы, рекомендации какие-нибудь по проведению обучения? Мы полностью поддерживаем любые семинары, мы видим, вот сколько бы мы семинаров ни проводили, всегда есть запрос, всегда есть потребность, проводили и локально, проводили и общее мероприятие, более регионально, ну вот по районам города, они дают большую возможность ответа на вопросы, то есть такая ручная работа, общие тоже нужны. Я, наверное, пользуюсь случаем, раз уж мы говорим про программу, наверное, предложил бы ассоциации управляющих компаний тоже согласовать и обсудить, может быть, ряд тем, которые были бы интересны для уже для управляющих компаний, чтобы жилищная инспекция и на них обратила внимание, у них тоже есть запрос. В том числе, наверняка, я считаю, что с другими оттенками, но надо бы было поговорить про собрание по выбору управляющих компаний, потому что, слава богу, мы закончили все эти истории, по крайней мере, массовые, с двойными квитанциями, которые, помните, там, несколько лет подряд обсуждали, и это была чуть ли не основная тема. Но, тем не менее, я думаю, что и управляющие компании, еще раз проговорить, вспомнить правила, действующие при проведении таких собраний, наверное, тоже было бы полезно. Алексей, поддерживаете? Прокомментируйте, давайте сейчас помогу с микрофоном. Да, мы вполне поддерживаем, и, как бы, в данные семинары, я думаю, что ассоциация будет принимать все равно, непосильное участие, какие-то вопросы, и мы будем озвучивать, и какие-то, если угыжи, и, так сказать, когда придут собственники на данное мероприятие, зададут вопросы или какие-то темы запросят, то есть мы тоже готовы будем подготовиться. Вот, смотрите, да, Владимир правильно отметил, что не первый, да, подобный какой-то образовательный проект для потребителей услуг ЖКХ. Сергей Николаевич, наверное, больше к вам вопрос. А вы наблюдаете какой-то выхлоп-то с этих образовательных? Да. Что, вот, например, была вот такая-то проблема, но с течением времени, да, из года в год мы вот это вдалкиваем, и люди стали более грамотными. Мы говорим о том, что время идет, а грамотность вроде как остается на, мягко говоря, низком уровне. Я смотрю там, да, по своему домовому чату, каждый раз, при каждом собрании председателю приходится объяснять одни и те же вещи по кворуму. Каждый раз. В чате 189 человек, вот я вот прям до человека вам скажу, не тысяча, не две тысячи. В родительских чатах, в школах то же самое происходит, там по 200 раз приходится объяснять одно и то же. Это нормальная история. Просто нужно набраться терпения. Да, надо набираться терпения, люди в том числе меняются, у них появляется или пропадает там интерес к этим знаниям. Но точно полезно, потому что ряд вопросов меньше стали поднимать, вопросы, связанные с начислениями, ну, по крайней мере, если раньше нас прям вообще атаковали, то сейчас звонки, конечно, идут, безусловно, но все-таки стало полегче. Даже вот, ну, понятно, что управляющие компании, может быть, более мягкую позицию на рынке заняли. Нет такого вала, там, у нас собрание, там, без нас провели, информация поступает, но тоже поменьше. Люди, наверное, оценить уровень грамотности правильнее не по количеству обращений, а по качеству обращений. Обращения стали более предметные, они стали более профессиональные. То есть не растекаются мыслью, что называется, а точечно. Они уже понимают, что надо спросить, и мы отмечаем это как как раз вот заслуга вот этих вот семинаров. А что у нас, кстати, с активными-то гражданами и с желающими быть старшими по домам? Мы говорили тоже ведь раньше об этом в нашей студии, что зачастую люди не хотят брать на себя эту ответственность. Какая ситуация сейчас, Сергей Николаевич? Хотят. Хотят? Хотят. Хотят. На самом деле, на один дом должен быть хотя бы один старший, и это вообще-то на минуточку задача муниципалитета. Ну, безусловно, да, администрация как одна из сторон, да. Не так, не так. Если в доме нет совета дома, то этим тогда администрация идет к вам, что называется. Это их прямая обязанность, чтобы они были организованы везде. Есть, конечно, вот эта история. Я думаю, что в последнее время эта немного ситуация снялась тем, что как-то отрегулировали оплату старших по домам. То есть на законных основаниях, безусловно, это, вот мы всегда на форумах, вот на гражданский форум будет 18-го числа там, на форумах мы часто слышим, что как только старший по домам начинает от управляющей компании получать хоть одну копейку, все, это человек, который продался и сейчас уже действует только в интересах управляющих компаний. Но мы же понимаем механизм, да, то есть это самое общее собрание и принимает решение, чтобы из наших же денег пошло на финансирование. Поэтому это хорошая практика, которая тоже повысит интерес. На этом завершаем, да, нашу беседу. Ну, раз уж мы говорим про это мероприятие, я думаю, что это все для взрослых людей, поэтому 18 плюс можно поставить возрастное ограничение, там по закону нам нужно сказать возрастное ограничение, да. Благодарим наших гостей Алена Дудникова, Сергей Юлитин и Алексей Хамула. Удачи! Я думаю, что еще неоднократно будем темы эти поднимать в нашем эфире. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok